Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. ЗОФМ приветствует вас в этот чудесный весенний день. Надеемся, у вас такое же прекрасное весеннее настроение, как и у нас. И тема нашего сегодняшнего эфира – это богатство. В современном мире можно купить всё, ну или почти всё. А ведь настроение не купишь ни за какие деньги. И весну, кстати, тоже. Есть такая фраза. За деньги можно купить кровать, но не сон, еду, но не наслаждение ею, книгу, но не ум, лекарство, но не здоровье, связи, но не друзей, икону, но не веру, место на кладбище, но не на небе. Последнее особенно. Особенно позитивно. Ну, на самом деле, за деньги как бы не всё купишь, в принципе. Можно купить то, что материально. Деньги, деньги, деньги. Ты знаешь, Даня, у нас сегодня в гостях будет очень интересный человек, гость, который знает о деньгах не то чтобы много, а очень много, который прошёл большой путь предпринимательства и занимается этим до сих пор. Поэтому у нас будет возможность обсудить все интересующие вас вопросы. И я просто уверен, что эфир сегодня будет мега интересный и захватывающий. Но сначала небольшая музыкальная пауза. Джерс of Clay, Jesus, I lift up my eyes. When sins and fears prevailing rise And fainting hope almost expires Jesus, to Thee I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Are You not mine, my living Lord And can my hope, my comfort die Fixed on the everlasting Word That Word which built the earth and sky Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Oh, Jesus, I lift my eyes To Thee I lift my eyes Here let my faith Here let my faith unshaken dwell Immovable the promise stands Not all the powers that all the powers The word for hell Can't add is all The sacred bands Jesus, to Thee I lift my eyes Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Jesus, I lift my eyes To Thee I lift my eyes Hear, O my soul, Thy trust repose If Jesus is forever mine Not death itself that lasts the foes Can break a union so divine Yeah, Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Yeah, Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Oh, Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my soul's desires Jesus, I lift my eyes To Thee I breathe my eyes Гвоздь программы на ЗАУ-ФМ Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Исполнительный секретарь Ассоциации христианских предпринимателей Алексей Дедов Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Алексей, вы предприниматель Какой у вас бизнес? В чем он заключается? Сейчас я нанятый работник в бизнесе Вот, уже, получается, полгода А до этого у нас был собственный бизнес С нашими друзьями Я был один из учредителей, соучредителей У нас был обувной бизнес Вот, мы У нас была сеть магазинов в городе Тула Все было с нуля абсолютно С нуля начинали по 15 тысяч Мы с друзьями сбросились С четверым И стартовали бизнес Когда мы его продавали То есть у нас уже был объем продаж 15 миллионов рублей в год А сколько вам было, когда вы построили свой первый бизнес? Вот это первый бизнес был, да? Да, в 2007 это был первый бизнес Сколько вам было? Сколько мне лет было? Да Значит, ну, это, получается, 5 лет назад 33 года Ах ты? Да, 34 А почему вы закрыли этот бизнес? Ну, у нас уже пошли, так скажем, разногласия друг с другом У нас четверо же было Ну да Все хозяева, так скажем И мы решили, ну, мы же братья Во Христе решили этот вопрос Как дальше развиваться Решили одному из наших, вот, из собственников продать Ну, так решили вопрос Он выплачивает финансы нам Вот И уже является единоличным хозяином этого дела То есть бизнес с друзьями можно вести? Можно, конечно Можно, но Ну, наверное, только если это христианская среда Нет, почему Редко когда в мире друзья Ну, случается, но редко, конечно, редко, да Бизнес с друзьями, он сплачивает друзей Или все-таки дружба становится более отдаленной? Я бы так сказал, что между христианами Если бизнес ведется вместе с христианами Он, наоборот, как бы оттачивает характер каждого из нас То есть мы сталкиваемся мнениями полярными иногда То есть приходится искать точки соприкосновения Смиряться друг с другом Это воспитывает христианский характер Вот это у нас очень ярко проявлялось То есть были серьезные конфликты Которые мы пытались решать именно по-христиански На коленях, постами То есть у нас были посты по три дня То есть мы уезжали на природу С палатками То есть там усмирялись друг перед другом Лисичный Александр Анатольевич иногда Ну, один раз попал к нам тоже на такой пост Это когда мы выбирали руководителя бизнеса Расскажите нам, пожалуйста В детстве давали ли вам деньги на карманные расходы? Если да, то как вы ими распоряжались? Если нет, то откуда вы все-таки их брали? Ну, к сожалению, у меня не было денег на карманные расходы Наша семья жила очень бедно Ну, вплоть до 14 лет у меня не было абсолютно То есть я не мог зарабатывать деньги Хотя мои одноклассники и однокашники в моей школе Они, например, продавали фотографии Томаса Андерса Серьезно? Огромные деньги, да Ничего себе Вот, у меня есть друг, который заработал 400 рублей в 1986 году Это же колоссальные деньги Огромные деньги Во втором классе Во втором классе Во втором классе Знаете, на чем? На этикетках турбо В жвачке турбо Да, да, да Вот это настоящий бизнес Да, да Нормально А я в 14 лет Ну, и я рос в такой хулиганской, так скажем, среде полубандитской И спекулянство Тогда еще в Советский Союз был Спекуляцию сажали в тюрьму И среди бандитов, так скажем, уголовного мира Это не приветствовалось Это осуждалось Но в любом случае, в 14 лет я пошел работать И уже пришел в вечернюю школу И уже тогда появились у меня карманные деньги Откуда вы? Я из Кемеровской области, город Березки, в Западной Сибири Получается, в детстве у вас не проявлялась вот эта жилка бизнесмена? Нет Очень интересно А первая работа какая была? Я устроился в столярную мастерскую Мы там изготавливали столярные изделия Плинтусы, значит, там еще была Ну, деревообработка была Доску просто мы пилили И сколько вы получали? 100 рублей Это был 89-й год Нет, 88-й Вот по поводу заработка Вот помните ли вы свою первую зарплату И на что вы ее потратили? Вот, значит, думал-думал, вспоминал К сожалению, не смог вспомнить Но я могу сказать, на что я вообще тратил тогда зарплату На две вещи Я копил О, матери отдавал Потому что наша семья очень бедно жила Второе Я пробовал Когда Запад хлынул в Россию То есть Много еды интересной То есть Шоколад тогда рекламировался Марс Николай Да, жвачки Я тратил на еду тоже Вот Такое Все Кока-кола Да, Кока-кола А, английский язык Я, то есть, ездил в другой город Стали То есть Это Кемерово Столичный город нашей области И учил английский язык еще Вот так То есть Это с детства такая вот страсть Да У меня с детства была страсть Значит Выйти в люди Уехать из Сибири Потому что Многие мои друзья погибли К сожалению Наркомания Алкоголизм Бандитизм Вот Мне почему-то Всегда хотелось Вырваться А почему вот английский Кто-то вот вас Посеял Это с теми того Что вот Ну, английский Это будущий язык Всего мира Вообще То есть Вы сами У вас У самого было Такое стремление К чему-то лучшему Либо родители Как-то все равно Подталкивали Что нужно Выбиваться в люди Нужно что-то делать Ну, я Так скажем Мама на меня Очень большое влияние Оказывала Она у меня педагог Но детского сада И у нее Немецкие корни Вот Может быть Не от деда А от немца Передалось Все это стремление К Образованию Хотя Я в школе К сожалению Не учился Но были все задатки Хулиганил Так скажем Мягко сказать А Когда хлынул Уже запад То есть Первые Видеосалоны пошли Значит Стали мы Узнавать Что такое запад Западная культура Мне в общем-то Так это понравилось То есть У меня прямо Сердце откликнулось На это И соответственно То есть Когда мы смотрели В видеосалонах Видеофильмы На английском языке Сам язык Мне понравился И я Подумал Что А почему бы Нет Учить английский язык И Что интересно Все которые Иностранцы Приезжали Например На наш город На угленные предприятия Еще куда-то Как-то Меня Бог С ними сталкивал Вот Я Кое-как Ну что-то Мы с ними общались Там и так далее Мне это все нравилось То есть И я решил Что Я должен изучить Английский язык И соответственно Конечно Старался Но Выучил уже до конца Здесь В Заугске Да В Заугске Говорят Деньги это зло Согнасты ли вы С этим утверждением И Если бы Не было денег В этом мире Как вы думаете Каким бы был Наш мир Деньги Это не зло На самом деле Это оценка То есть Деньги Это оценочный Эквивалент Труда Труда Либо Преступной деятельности Всего Вот Все что связано С деньгами Если мы говорим О добрых делах То это эквивалент Например Твоего характера Твоих трудовых способностей Твоих талантов Твоего разума А если мы говорим О зле То есть Это эквивалент Того сколько ты наворовал Твои хитрости Жадности И так далее Это оценка И Второй вопрос был А если бы не было денег В этом мире Каким был бы наш мир Как вы думаете Я вот думал Над этим вопросом Долго размышлял Глубокий вопрос Такой Деньги Видите Они Дают способность Меня оценить Есть две вещи Благодаря которым Я могу оценить Все что меня окружает В мире Это деньги И второе Это жизнь Готов ли я положить За это жизнь Готов ли я Отдать свое здоровье Время Жизнь свою Да на это И вот мне кажется Если бы не было денег Мы не способны Были бы оценивать Вещи Бренды Которые нас окружают Да То есть Оценивать Наверное Тогда бы не было брендов Да Если бы не было денег Жизнь была бы проще Ну Если смотреть по истории Вот смотрите Когда Западная цивилизация Второго Станова свет То есть В Северную и Южную Америку У индейцев У них же не было Вообще Представления Частной собственности Вообще Абсолютно Они Всеобщие Да Они наслаждались Природой Конечно У них там было Страшное Идолопоклонство Но Они были ближе к природе А я считаю Я уверен в том Что если человек Ближе к природе Он ближе к Богу Природа Это нескончаемый источник Благ Познание Бога Психического здоровья То есть Гармоничного развития Человека А что Библия говорит О деньгах И как с точки зрения Библии к ним относиться Вот я скажу Словами апостола Якова Что Не надейся Вот так Вот это слово Не надейся на богатство Кратко И в точку Да Не надейся Потому что Если мы начнем Надеяться на богатство То Ничего хорошего Нас ждет крах Это получается Идолопоклонство Надо надеяться Только на Бога Вообще Это самый ценный Вот опыт Один из самых ценных Опытов в жизни Когда ты Обретаешь зависимость От Бога Это потрясающе Это вообще высший Пилотаж На самом деле Все Ты реально Ты свободен У тебя свобода Ты не зависишь Ни от денег Ни от человеческого мнения Свобода в зависимости Звучит немножко Так Пороксально В этом закон вселенной Зависимость от Бога Он нас Нашу жизнь И дать Нашу любовь И еще один вопрос Для вас Как жадность Может повлиять На человека Погубить Человека Погубить То есть Довести человека До потери Семьи Здоровья И жизни В конце концов А где Найти Вот этот Грайн Знаете Чтобы не быть Жадным И не быть Таким Рубаха парень Да К сожалению Мы Живем в мире Греха И у нас Постоянно Значит Ту или другую Сторону Но я считаю Единственное Средство Чтобы Занять Золотой Седина Это Дух Святой То есть Это Воспитание Бога Когда Ты Находишься В школе Христа Ну Я не буду Вот этим Клише Конечно Бросаться То есть Каждый человек Должен Это пережить Когда Бог Тебя Каждый день Воспитывает Проводить Через такие Обстоятельства Через такие Ситуации Что ты понимаешь Вот это да Это мои Негативные стороны Надо их Менять И Бог Помогает Это меня Человек Реально Изменяется Нужно просто Молиться Об этом Да Молиться Общаться С Богом То есть Вражать То есть Быть В состоянии Education Когда Реально То есть Бог Тебя Учит А предприниматель Может быть Жадным Конечно Это абсолютно Это полностью В корне Разрушает Команду Ну У нас Таких Примеров В нашем Бизнесе Не было Просто Примеры Моих друзей Там Которые Занимались Другим Бизнесом Эгоизм Все Он Абсолют Люди Это же Видят Чувствуют Понимают А у человека Появляется Отвращение Человек Который Проявляет Эгоизм Живет Только Для себя Всю Семья Полностью Коллапс Исходит Однозначно То есть Наверное Есть Какой-то Эквивалент Слово Жадности То есть Стремление Захватить Рынок Стремление Быть Первым Я не знаю Есть Я думаю И хорошие Стороны В этом Есть И плохие Стороны В этом Ну Стремление Быть первым В принципе Это нормально Это амбициозность Почему нет Да Это Хорошее желание Это очень Хорошее желание Буквально Сегодня Мы с компаньоном Моим Общались Он Говорит Ты знаешь Я расту Потому что У меня есть Люди Которые Обогнали Меня И я Хочу знать Столько Сколько Они знают Я хочу Достигать Таких же Результатов Как они Достигают Это Стимулирует Меня К росту Я считаю Это нормально Знаете В обществе Бытует Такое мнение Иногда Что христианин Это бедный Человек У которого Ну Не может быть Богатство По определению Это стереотип Или Христианин Может быть Богатым Это конечно Стереотип Я уверен В этом Христианин Может быть Богатым Тут просто Надо разобраться Зачем Ему Богатство Я считаю Философия Библии Завучается В том Что Бог Ищет Людей Которые Могли Бы Распоряжаться Богатством Потому что Бог ищет Управителей Мудрых Разумных Преданных Верных Ему Которым Он мог бы Доверить Огромные Суммы Денег Для того Чтобы Царство Божие Здесь На земле Развивалось Я считаю Что Бог Именно так Действует То есть Он Вещет Именно Верных Людей И Верным Он дает Все больше 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 Для разумного Управления Это Отражено В притче Иисуса Христа Притче О талантах Что Люди Разумные Они получали Больше Люди Которые Не умели Управлять Они Ничего Не получали И К сожалению Оставались В ауте То есть За Пределами Дверей Царства Божия Мы знаем Что есть Такая Организация Которая Объединяет Всех Предпринимателей Адвентистов И вы Туда Входите Расскажите Вкратце Про Россию Что Это Такое Это Всемирная Организация Она Зародилась В 1904 Году В Соединенных Штатах Америки На базе Школы Мэдисона Сначала Это была чисто Миссионерская Организация Выпускники Этой Школы Они получали Фундаментальное Такое Образование Как Миссионеры Получали Образование В ремеслах Популярных На то время И ехали В другие Страны Мира Или В Соединенных Штатах Америки Внутри И организовывали Свои Школы Организовывали Значит Социальные Институты Которые Помогали Населению Помню Тогда Когда война Произошла Между Севером И Югом То Черное Население Оказалось За чертой Бедности Необразованное То есть Елена Вайт Очень много Писала Чтобы наши Миссионеры Ехали туда Создавали Создавали Сельскохозяйственные Фермы Школы Чтобы обучать Чернокожим Населению Профессиям Чтобы они Могли Самостоятельно Зарабатывать Себе На жизнь И вот Эта школа Стала Откликом На этот Призыв И Когда Люди Основывали Свои Институты Социальные Они Потом Приезжали В эту Школу На ежегодные Собрания Так Продолжалось До 1946 Года 1946 Года И Потом Когда уже Около 3000 человек Стало Собираться Представляете То есть Огромное Такое Это целое Движение Было Миссионерское Генеральная Конференция Решила Это Сделать Официальным Отделом При Генеральной Конференции А как Это движение Попало В Россию В Россию Оно попало Значит Два с половиной Года назад Многие Из нас Ездили туда Соединенные Штаты Америки На их Съезды И В Европу Ездили И решили Вот Ребята Которые Ездили Решили Это все Организовать Здесь Почему бы и нет То есть Есть уже База Есть рынок Есть Многие Наши Друзья Занимаются Адвентисты Предприниматели Так Собрались И организовали Мы пока Инициативная Группа Официально От дивизиона И униона Будет съезд Всех Предпринимателей России В этом году Намечается И уже Официально Эта организация Будет Узаконена Так скажем На церковной Платформе А чем Конкретно Вы занимаетесь Оси Ее предназначение В четырех вещах Заключается В четырех задачах Первая Способствовать Духовному росту Бизнесмена Что это Сложно То есть Такая большая Занятость И найти место Для того чтобы Время Для того чтобы Общаться То есть иметь Сильные отношения С Иисусом Христом То есть Духовный рост Это самое главное То есть Не потерять Если человек Теряет Отношения С Христом У него теряется Семья Бизнес может Потеряться Здоровье И так далее Крах Получится Следующая Вторая задача Мы Значит Делимся Опытами Как мы пропагаем О Христе На рабочем месте То есть Как мы пропагаем Людей ко Христу Через Наше дело Третье Это профессиональный рост То есть Мы за то Чтобы Мы росли Наш бизнес Наш бизнес Рос Финансовые показатели Росли Вот Чтобы люди Смотря на нас Могли сказать Да Бог нас благословляет Это разумные люди С кем можно сотрудничать Через это Люди могут обращаться Тоже К Христу Через качество Дело И четвертое Это финансовые пожертвования На Образовательные цели На Медико-миссионерское служение Пока вот мы Два тренда поддержим И еще продукты Здорового питания Ну это Медико-миссионерское служение Тоже И не могли бы вы в конце Дать нам небольшой мастер-класс Расскажите нам Как же все-таки Заработать миллион И желательно долларов Да Это вполне реально Я хочу сказать Ответ Таким девизом Который когда-то Госпожа Уайт Которая Вы знаете Да Сколько Состояния сейчас Госпожа Уайт Если бы она жила Вы знаете Она вкладывала же деньги В очень многие предприятия То есть Она либо занимала Эти деньги Потом отдавала Либо свои вкладывала То есть Она тоже предприниматель Да Она была Неожиданно Церковным предпринимателем Так скажем Потому что Все типографии Которые мы видим На западе В западной Европе В Соединенных Штатах Америки Лома Линда Та же Значит Университеты Эндрюса И так далее И так далее Это все Она организовала То есть Она вкладывала деньги Она способствовала этому И сейчас Если собрать Суммарную стоимость Всех этих предприятий То получится Около Где-то Пяти миллиардов От пяти до десяти Миллиардов долларов Не слабо Да Это бы ей Принадлежало по праву Так вот Как заработать миллион Она когда-то сказала Нам нужно трудиться Так Как будто Все зависит от нас И молиться так Как будто Все зависит от Бога Аминь Прилепиться ко Христу Потому что Он удивительный проводник Я даже Сейчас говорю Тренер Который Из тебя Может сделать Чемпиона Чемпиона Если ты пойдешь в бизнес Значит в бизнесе В служение Значит в служение Но прилепиться Но прилепиться к нему Полюбить Потому что Все остальное сгорит Оно исчезнет Он останется Может быть В памяти нашей На века Но останется только Он Наш спаситель То есть Его красота Уникальна Потрясающая Именно прилепляться К нему Каждый день А он уже будет Благословляться У него тысячи путей Благословить Просто Невероятных путей Как Как Продвинуть тебя В этом мире На этом рынке И через тебя Спасти много людей Большое спасибо Итак В гостях у нас Сегодня был Алексей Дедов Человек Знающий толк В деньгах Большое вам спасибо Спасибо большое До свидания До свидания Вот Света Говорят Не в деньгах Счастье Как ты думаешь Вот правда это И в чем же тогда счастье Мое счастье В шоколаде Например Полностью с тобой согласен В шоколаде И в прослушивании Океана Эльза Вот мое счастье Счастье в тех А так-то в принципе Ну и то и то Ты знаешь За деньги только можешь Да Вот говорят Не в них счастье А по сути-то За деньги можно купить Столько вещей Которые это счастье заставляют А вообще Даник Я тебе хочу сказать следующее Что счастье В тех людях Которые рядом с нами Счастье в том Что каждое утро Мы просыпаемся Живые И здоровые Счастье В нашем Боге Который нас любит Больше всех Какими бы мы ни были С вами были ваши Дорогие ведущие Светлана И Даник Всего доброго Наша передача На этом заканчивается Ждем ваши отзывы Об этой программе Пишите нам по адресу 127 473 Москва Абонентский ящик 3 Христианская радиостанция Голос Надежды Адрес нашей веб-страницы В интернете www.golosnadежды.ru До свидания Господь Господь Да сохранит вас всех От зла Покрой меня любовью Дай сердце мне покой Наполни жизнь мою надеждой Бог мой Твоя любовь Твоя любовь Покроет грех Твоя любовь Дает надежду Твоя любовь Твоя любовь Аминь лет всех Бог мой Бог мой Покрой меня Твоя любовь Дай сердце мне покой Наполни жизнь мою надеждой Бог мой Твоя любовь Сильнее смерти Твоя любовь Покроет грех Твоя любовь Дает надежду Твоя любовь Аминь лет всех Твоя любовь Сильнее смерти Твоя любовь Покроет грех Покроет грех Твоя любовь Покроет грех Твоя любовь Дает надежду Твоя любовь Аминь лет всех Бог мой Бог мой Бог мой Твоя любовь Твоя любовь Твоя любовь